В 2004 году Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт состоянием, угрожающим жизни и здоровью каждого живущего на Земле. С 2006 года принято 29 октября проводить как день борьбы с инсультом. И вот с тех пор ежегодно мы проводим специальные мероприятия, направленные на повышение информированности нашего населения о нарушениях мозгового кровообращения, о факторах риска развития инсульта, о первых признаках нарушения мозгового кровообращения, о необходимых действиях при возникновении подозрения на нарушение мозгового кровообращения. Надо сказать, что на данный момент времени ситуация достаточно грустная, потому что наши пациенты слишком поздно обращаются к нам. У нас сейчас достаточно много возможностей для того, чтобы эффективно лечить инсульт. Это прежде всего те позиции, которые составляют комплекс необходимых и эффективных мер по лечению инсульта. Это ранняя госпитализация, госпитализация в специализированное отделение. Это реперфузионные методы лечения, которые сейчас существуют, работают. И это примитивно простой в техническом исполнении внутривенный тромболизис. Это эндоваскулярные вмешательства, которые сейчас уже практикуются в нашем стационаре, в том числе. Это, безусловно, своевременная диагностика, нейровизуализация, ультразвуковая диагностика. Это ранняя реабилитация с помощью мультидисциплинарного подхода. Это мониторинг вторичной профилактики. Это применение, конечно, сосудистой хирургии, открытых вмешательств в рамках хирургической профилактики, в том числе очень ранней. Продолжение следует...